Приветствую всех красно-белых братьев, с вами канал КТОМ и Мясо, включаюсь сразу после матча с Уфой. Проиграли мы 3-0 в свой 99-й день рождения и команда, мягко говоря, просто так вытерла ноги об своих болельщиков, которые до этого неделю бились за то, что с локомотивом команду откровенно засудили, не поставив три точки. И после этого с предпоследней командой чемпионата Спартак выдает вот такой вот матч, когда ну просто полное безволие, проигрыш 3-0, еще раз говорю, в день рождения клуба. Проиграли по делу, проиграли по делу, тут даже нечего говорить, Уфа могла забивать больше, кто-то говорит, что Спартак включился на 70-й там минуте и создавал какие-то моменты, ну не знаю, если дальние удары поворотом Белинова, которые летели практически в него, можно считать опасными моментами, то я может что-то не понимаю в футболе. 100% момента не создали ни одного, чтобы где-то там в 10 метрах без сопротивления бить поворотом. Может быть, конечно, немного у Понцы момент в первом тайме дотягивает вот до этого, но хрен его знает. Вообще, я заметил, что стабильности не хватает нашим форвардам, именно вот Понцы и Ларсену. Если они какой-то первый момент или полумомент не забивают, то в дальнейшем как-то накручивать себя начинают, видим, и в игру войти очень сложно. Того же Ларсену вспомнил с Уралом, забил вот этим дальним ударом, забил потом еще. Также с Краснодаром забил, убежав при комфортном преимуществе, уже четвертый гол. И, например, вспомнить тот же матч с Ростовом, когда Ларсен не забил. Там момент, помните, в падении бил, метров тоже, наверное, с 12. Мяч выше ворот прошел, и все, потом Ларсен потух. Вот стабильности не хватает не только им, а всей команде. Я не знаю, с чем связано вот это сегодняшнее безволие. Очень мне трудно судить. Кто-то говорит, что Тедеско в чем-то виноват, и Тедеско аут, и Тедеско пошел нахер. Но, ребята, давайте, блядь, будем все-таки адекватными. Во-первых, при Тедеско мне за Спартака стыдно сегодня первый раз за весь сезон. Это о чем-то говорит, потому что раньше такие матчи, как сегодня с Уфой, были регулярны. Это во-первых. Во-вторых, Тедеско уже точно, мне кажется, не остается, и вы уж поверьте мне, в Бундеслиге он как-то невостребованным не останется. Вспомните, у нас уже был один тренеришка, который в этом году пошел на четвертую лигу Европы, если что. Так что это просто реалии нашего чемпионата, который... Вот есть европейский футбол, это вот как пиво. Да, нормальное пиво. Светлое, нефильтрованное, любое. Которое хорошо расслабляет, которое приятно пить, под которое как-то получаешь удовольствие. И есть безалкогольное пиво, от которого только ссать, дать охоту, и никакого оно эффекта не дает. Вот это вот наш чемпионат. То есть здесь как-то реализовать себя, иностранцу, очень, мне кажется, трудно. Сегодня даже грустно не столько от поражения вот этого позорного, разгромного, сколько от того, что вот эта магия Тедеско, она заканчивается. Потому что очевидно, что он не продлит контракт. Очень трудно теперь будет попасть в Лигу чемпионов. И Спартак же тут перемены. И причем перемены серьезные. Это и новый тренер, и что-то нужно решать с составом. Потому что на балансе висят Тиль, Урунов, Роша и всякая нечисть. Которые в Спартаке 2, условно, там Ташаев тот же, Гулиев. То есть с ним надо что-то решать. Нужно как-то усилять скамейку, потому что сегодня из-за травмы Бакаева осталось только Хендрикс, блядь. И кто еще там, Рокетесов вышел. И по-моему все. По большому счету там выпустить больше некого было. Но опять же усиляться-то нужно грамотно. А не привозить игроков по типу Йорита Хендрикса. В котором я уже который матч не понимаю, блядь, вообще что нашли. Селекционеры Спартака. Если кто-то из вас увидел что-то в нем сверхъестественное, подскажите мне. Но я больше склонен к тому, что это как аппендикс. Он и не мешает, и не помогает. А удали его, и, блядь, не заметишь. Даже шрама не останется. От аппендикс хоть шрам остается, от Йорита Хендрикса ничего, никаких воспоминаний, мне кажется, и не будет. Но был в Спартаке такой футболист и был. В общем, Спартак переходит в такое подвешенное состояние, как переходную фазу. Теперь будем ждать действия от руководства. Сейчас заканчиваем чемпионат, там Евро. Новый тренер, новые покупки. К чему будет Спартак стремиться в следующем сезоне, неизвестно. Опять мы пришли к этой вот неизвестности, которая на данный момент даже немножко пугает. Ну, с другой стороны, мы уже к этому привыкли. Никто из нас, конечно же, за Спартак болеть не прекратит. Потому что Спартак это не просто звук для нас, не просто слово. Не знаю, что еще в жизни-то осталось. Ипотека и Спартак больше нет на чем. Вот, в общем, как-то так. Разбор матча, наверное, во вторник выпущу уже более детальный. А пока так вот, по горячим следам. Спасибо вам за просмотр. Ничего не прошу. Ни лайки, ни подписки. Так, чисто... Чисто размышления после матча. Грустно очень, блядь. Очень грустно. На неделю настроение, опять говно. Коней победим, блядь. Все простим команде, как всегда. Но пока... Ладно. Не буду вас больше томить. Спасибо за внимание. До скорых встреч.